Приветствую вас, и давайте сразу определим, что у вашего ребенка подростковый возраст, один из самых непредсказуемых, бурно развивающихся периодов в жизни человека, когда все кажется против себя, когда активно хочешь быть частью чего-то, частью чего-то большего, вот к чему и стремится, собственно говоря, ваш ребенок. И основное направление, которое вам нужно избрать для своих моделей поведения, это модель понять вашего сына, понять и принять его. С его проблемами, с его трудностями, с его, может быть, не самыми понятными для вас желаниями, но принять, вот, это первое. Вы пишите, я не понимаю и не знаю, как наладить с ним отношения. Ну, так давайте разбираться, какие у вас отношения с ним, что происходит и так далее. То есть, как бы, давайте с этим разбираться совсем, вы же ничего не написали. И здесь, Лариса, очень важно то, насколько серьезно вы воспринимаете, воспринимаете проблему, потому что, ну, вот, судя по объему текста, да, и по количеству информации, которую вы предоставили, ну, что-то как-то не очень, понимаете. То есть, ну, вот, сами подумайте, если вы не готовы, например, складываться в решение проблемы, да, вот, если вы не готовы складываться, то мы тогда, как, как, ну, как мы тогда поймем, в чем, в чем трудность ваш, в чем ваши проблемы, как мы тогда это поймем, понимаете. Дальше, у него выникают резкие взрывы агрессии. Агрессия, это, с одной стороны, защита от угрозы, с другой стороны, это следствие подавления своих желаний, которые у него есть, ну, у вашего сына. И почему он что-то воспринимает как угрозу себе, почему какие-то желания он подавляет, нужно разбираться с вами. Вы спрашиваете, что мне делать? Если отвечать на ваш вопрос прямо, то вам нужно обратиться к психологу, чтобы подробно вот всю вашу историю отношений раскрыть, проработать и выработать стратегию поведения, подход к ребенку. Если раскрывать более детально, то я бы рекомендовал сначала, сначала, я бы рекомендовал вам привлечь мужчину. То есть, подростку, вы не научите подростка всему, и вы ему не нужны во всем. Знаете? То есть, подросток, тем более мальчик, да, он нуждается в мужчине, он не нуждается в маме. Мама это женщина. И для подростка женщина сейчас, особенно если вы не проявляли себя как женщина раньше. Для подростка мама это что-то очень чужое сейчас. А если она еще и давит, если она еще и что-то навязывает, то вот-вот вам и агрессия. Поэтому очень важно, чтобы вы вели себя как женщина, а не как мать. Очень важно, чтобы вы принимали подростка целиком и полностью. Очень важно, чтобы вы выстраивали с ним доверительные отношения. И очень важно, чтобы была мужская фигура. Вот. Ну, а чтобы понять, откуда у подростка агрессия, нужно подробный анализ его жизни. Хотя, хотя бы с вашей позиции. Но опять же, повторю, вы никакой информации о себе почти не предоставили. Вот. Поэтому определите для себя, вот есть проблема, да, у вашего сына вспышка агрессии. Окей. Что вы готовы с этой проблемой делать? Что вы готовы вкладывать в решение этой проблемы? Понимаете? Вот. Исходя из этого, уже действуйте. Вот. У вас, может быть, есть свои какие-то проблемы, у вас есть свои какие-то трудности. Потому что, ну, очевидно, да, раз вы не можете найти общий язык с своим сыном. Когда-то вы же потеряли его. Соответственно, я так предлагаю, что он когда-то был, а теперь вы его потеряли. Вот. У этого тоже есть причины. Вот. Понимаете? Так что... Я думаю, я думаю, что он, работать нужно именно в этом направлении. Вперва ваши гормоны, ваша личная жизнь, ваша удовлетворенность. Потом, после этого, соответственно, мужская фигура в жизни ребёнка и потом сам ребёнок. Вот так. Потому что ребёнок, это ваше отражение. Это отражение вас. Возможно, ребёнок выражает то, что управляете вы. Но ему... А ему подсказывайте, что он должен это выражать. Это всё нужно исследовать. Тут надо быть очень аккуратным и деликатным. Вот. А не так вот рубить по-живому, как это делаете вы. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам, значит, закончится поговорить, вы можете выбрать любого эксперта на нашем ресурсе. Вот. У нас есть как детские психологи, так и другие психологи. Вот. И пообщаться с ними. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.